Всем привет, друзья! С вами Нильфгорн, это игра Терратэч, и мы продолжаем играть. Спасибо вам за ваши комментарии, за ваши лайки, но простите, ребят, пока что я не выбрал, не выбрал название этому устройству. Конкурс как бы продолжается, потому что, во-первых, это устройство еще не достроено, и, во-вторых, как бы, ну, может быть, еще больше народу придет, может быть, у кого-то появятся идеи для названия этого устройства, так что пока что конкурс продолжается. Ну, а мы продолжим играть и развиваться. В предыдущей серии, вы помните, да, уже под конец я прокачал следующий уровень Хавки Коалиции, то есть третий, и у меня появились, ну, вот, посмотрите, у меня появилось очень много новых блоков, и, блин, какие же здесь офигенно выглядящие блоки с ресурсами, ну, посмотрите, они реально просто офигенно смотрятся. И посмотрите, какое количество новых блоков, большой кронштейн, да, то есть, блин, ну, это все хотелось бы скрафтить, и, наверное, я все это и скрафчу, почему бы нет, потому что я, в принципе, могу, поэтому давайте этим займемся. Самое главное, конечно, что здесь нужно будет сделать, это, это, вот, ракетная установка малая, малая ракетная установка. И, ребят, я ее всего лишь открою, я не буду ей пользоваться, вот, вот это, вот, роторный двигатель нужно будет сделать обязательно. Я не буду, наверное, пользоваться ракетами, потому что, ну, честно, давайте, давайте честно, когда в игре появляются ракеты, игра становится неинтересной. Именно так, потому что ракеты уж чересчур почему-то имбовые. Ну, я не знаю, почему они такие, но они реально, так, это же, по-моему, Селестия, да, но они реально же имбовые, ребят, ну, вот, вы сами, наверное, много замечали. Когда появляются ракеты, врага уже, ну, 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 как бы это сказать, враг уже не такой, не так страшен, что ли. Поэтому, поэтому, поэтому я буду заниматься чем? Я поставлю ракеты, но немного, чисто так, для, как бы, красоты. И буду ракеты ставить только те, которые у меня будут не производиться, а выбиваться. Вот одна выбилась, вот сюда я одну поставлю, и здесь одну поставлю. Возможно, потом еще здесь по одной поставлю, посмотрим. По поводу... Вот это что такое? Это просто ужас какой-то. Возможно, я еще что-то поставлю, но пока что, в данный момент, пусть будет так. На самом деле, я вот думаю, вот, вот мне эти мини-ганчики, они очень нравятся, и я думаю, что возможно их использовать сзади, да, то есть вот, вот так вот, да, то есть у меня как раз для тыла, как раз вот самое оно, да, то есть... Ой, хорошо, хорошо, хорошо. Для тыла самое то, по-моему. Прям накрывать врагов, которые сзади. Но, посмотрим, посмотрим, потому что, опять же, у них проблема, то, что они занимают вот такое большое количество пространства, и в этом есть небольшой... Ну, некрасиво просто смотрится. Так, так это назовем. Так, что здесь еще? Обязательно ротор нужно будет сделать. И, кстати, давайте сделаем какую-нибудь машинку, чтобы пройти вот эту вот гоночку. 1800 метров за 55 секунд. Это очень интересно. Надо протестить что-нибудь такое интересненькое построить. Так, ну что ж, ребят, я построил вот такой вот транспорт. Он небольшой, я сейчас его затестил. Тут вообще просто высотой в два блока, шириной в три блока получается. И некоторые моменты, которые здесь установлены, они стоят, ну, чисто для красоты. Но, честно, они чисто для декора, чисто, чтобы было красиво, чтобы было интересно. Конечно, единственный момент, четко стоит вот этот передний спойлер, чтобы прижимать. Так как у нас пространство ровное, то есть нам нужно как можно держаться ровнее. По три колеса, чтобы не перевернуться. Можно было использовать формулу-1 колеса, да, которые экспериментальные есть. Но у меня их нету, ребят, поэтому пришлось так. Стоят два двигателя Вентура реактивных и три бака от ГСО Коалиции, потому что они более-менее компактные и весят, ну, так, более-менее нормально. Скорость получилась очень хорошая. Ну и давайте, в общем, просто пройдем это задание и все. Давайте попробуем. Пошел, пошел. Нет, давайте вот так вот сейчас отсюда. Пух, нет, черт, черт, не в ту сторону, не в ту сторону, не в ту сторону, не в ту сторону. Щит, понятно, зачем стоит, как раз-таки для этого и стоит, чтобы драться, 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 еще раз драться. Так вот здесь вот, стоп, блин. Срезать-то нельзя, ребятки. А вот это вот поворот неожиданный для меня. Все эти щиты стоят тоже чисто для декораций, чтобы было красиво, чтобы было дико. Ну что ж, вы готовы? Погнали! Скорость довольно-таки хороша. Идем ровненько. Так, вот здесь вот. Воу, главное, чтобы не подлагал. Воу, 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 ребятки. Все-таки у меня нету стабилизатора. И его, его заносит. Черт, черт, не хватает, видите? Не хватает. Слишком быстро сжигает, конечно. Топливо просто нереально. Два этих двигателя сжигает просто... Эх, жалко, нету скоростных колес. Но мы и нормально, мы нормально. Мы, по крайней мере, уже на половине, по-моему, трассы. Это, по-моему, финиш. Проверяем. Да, отличненько, ребятки. Это финиш. Я сундучок пока не буду трогать, потому что, ну, эта машинка и так слишком слабенькая. Блин, прикольненько получилось. Если бы стояли колеса Формулы-1, было бы быстрее. Или колеса большие хотя бы сзади, да? Хотя бы большие сзади от Вентура. Было бы тоже быстрее. Но так как у меня, ну, нету ничего более-менее нормального, и что присмотрелось, интересно, то остается так. Я даже сохраню, наверное, сохраню эту машинку. Ну что ж, ребят, я здесь поставил, смотрите, что изменил. Вовнутрь поставил вот немножечко таких вот пушечек. То есть они будут простреливать тех устройств, которые вот сюда куда-то зайдут. Они по ним будут шмалять. Тоже, в принципе, неплохо. Поставил здесь сзади немножечко пушечек. Этого достаточно будет. От минигана я отказался. Я уже убрал некоторые устройства и сохранил базу. Как видите, она названа 1-1-1. Давайте ее свернем. И убрал я здесь ресурсы, чтобы они уже нам не мешали. И также давайте Костолома отправляем на пенсию. Все-таки он уже, ну, как бы это сказать, выработал свое. И продолжим уже на нашем пока не названном. Пока что он будет именно так называться, не названный. Это что такое? Что? Простите? Что? Конечно, у нас уже и ракета работает. Тоже она нормально. Так, а здесь как раз таки награда. Освещение я поставил. Освещение я поставил. Воу, а тут награда-то не хухры-мухры-то, ребятки. Очуметь. Во-первых, во-первых, ребят, это самая главная награда. Это... Это магазин. Магазин. Потом здесь, смотрите, ускоренный... Точнее, не ускоренный конвейер, а конвейер Вентура, он не то, что ускоряет, он намного сильнее держит. То есть, если вы будете на устройстве его ставить, да, и быстро передвигаться, он намного крепче будет держать какие-то предметы, чем, допустим, тот же какой-нибудь конвейер ГСО, да? Хотя других, по-моему, и нету. Так, ну что же, у нас какое задание следующее? А, в принципе, заданий нету. Нам нужно, наоборот, взять их задание. Поэтому давайте рванем, просто на бешеной скорости. Конечно, можно еще двигатели поставить, но, честно, что-то как-то не очень хочется, а то они начнут сейчас опять жрать топливо тонны. Вот есть у меня, есть какая-то скорость, да, вот ее пока и давайте оставим, пока ей и будем передвигаться. Блин, шикарно, вот... Блин, ну прям шикарно, как... Я... Серьезно, я застрял, но я знаю, почему я застрял, потому что ударился вот этим уголком. Вот видите, вот здесь вот, вот этот уголочек. Если бы я дал тяги, допустим, вот для чего лазеры у меня, видите, вот шикарнейшим образом. Просто вообще страшно. Я хочу еще... Я хочу еще, знаете что? Вот, может быть, здесь продается. Это было бы потрясающе на самом деле. Нет, здесь не продается, поэтому просто проходим мимо, господа, проходим мимо. Так, покупать, покупать я пока что ничего не буду. Я только возьму кучи-кучи заданий. Для прохождения трасс я оставил тот вот как раз таки, я его назвал формула 1 F1 тест. Так она у меня будет называться машинка. Волна хулиганов. Как раз мне нужно вентуры прокачивать, потому что очень много вентурских блоков у меня нету. Так, ничего же не отвалилось. Все нормально. Я вот прям думаю, ставить здесь гусеницы вот по центру и не ставить, не знаю, честно. Вот у меня постоянные какие-то сомнения и, так сказать, и на то, чтобы поставить, у меня нету плюсов, да, то есть, так скажем. И на то, чтобы не ставить, нету плюсов. И, как бы, я думаю, что ну и ладно, пока не буду ставить. В общем, вроде бы это и так ездит, вес держит, да, то есть, и зачем ставить дополнительно еще? Ну, я вот не вижу смысла. Так, давай, заезжай во внутренний ангар. Заезжай во внутренний... Давай, давай, мы сейчас тебя... Мы тебя сейчас... Вот, 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 вот. Прикрыли собой. Все. Воу, 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 воу. Хорош, хорош. Вы что, какие злые? Успокоились. Да ты успокойся. Все, отлично, ребят. Просто... Просто вот... В крошку, по-моему, да, разодрали. Серьезно. По-моему, в крошку. Он пытается пилить мою станцию. А, вот, вот. Воу, воу, воу. Тюк. По-моему, его смело. Вы видели? Его просто смело. Воу. Конечно, четыре дробовика. Это, ребят, тоже сильно. Очень сильно. Ракета даже не успевает долетать. Понимаете, в чем прикол? Вот сейчас... Все, он труп. Я даже больше стрелять не буду. Видите? Ой, жесть. Давно я не строил что-то такого мощного на самом деле. И против меня вот такая маленькая машинка приезжает. Это, это все враги... О, боже. Это так весело, ребят. А, вот этот выжил. Молодец. Он даже успел включить этот, как его. Отличненько, отличненько. Ты преподал урок хулиганам, но они все прут. Что-то я тогда слабый какой-то урок преподал хулиганам. Так, вот эту машинку давайте, наверное... Вот, теперь можно, потому что были враги, поэтому нельзя. И здесь вентуровские блоки мне дают. О, ребят. Все, мне в принципе дали все, что мне нужно. То есть мне дали... Давайте установим нашу базу. Так, оп. Вот так вот. Мне дали вот этот блок, в котором я могу крафтить предметы теперь. Да что ж он не берется-то. Теперь я могу в нем крафтить предметы и... Ну... Хотя здесь нету. Единственный вентуровский блок, который я очень сильно хочу, это вот этот, да? Гироскоп. Гиростабилизатор. И... И... И потом еще вот этот вот блок, где он... А, его пока что нет, он поедет, скорее всего, на третьем уровне. Ну и ракету. Ракетницу. Мне вот очень нравятся ракетницы именно... Именно из... Эм... Вентура. И, кстати, мне предложили построить здесь, на этом устройстве, продажную... Продажу, да? То есть, собирать блоки и продавать их. Это, на самом деле, интересно. И я вот думаю, может быть, реализовать как раз-таки на днище здесь есть у меня место. И вполне можно блоки все собирать и продавать. Как вы думаете, ребят? Я думаю, это будет интересно. Давайте посмотрим, есть ли у меня все блоки. Для этого нам нужно... Эм... Желательно нам нужно... Знаете что? В идеале нам бы... Хотелось бы вот эти все вентурские конвейеры. Пушку доставки. Вот это вот. Эм... Ну, обрабатывающий вентурский завод. Давайте магазин вентурский сейчас призовем. Посмотрим, что у него там есть. У него вообще ничего нет. У него только ресивер вентурский. Но его я подбирать не буду, потому что... Потому что, знаете почему? А потому что... Нет, давайте я его куплю. Так, ничего больше нету. Ничего больше нет, к сожалению. Так что мы сейчас давайте поедем дальше. По следующему заданию. Настанет утр, и как раз в магазине появится новый товар. Мы посмотрим. И если все материалы будут... На самом деле там самая проблема это... Это... Конвейер. То есть это только единственный момент. Но... 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 В чем проблема? Проблема в том, что я спокойно могу сейчас скрафтить все эти конвейеры. Вот я базу видели, убрал, да? Но я ее же могу и призвать. И спокойно, спокойненько все сделать. Все как прям должно быть. Так, все, пушки приметились, выстрелили. Нормально. Ну ладно, давайте вот место крушения сейчас посмотрим. Оп, 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 оп. Где-то, по-моему... По-моему... Да, вот, видите? Здесь сундучок выпал. Это за охоту хавки задание. Хаукей. Хаукей. Или как-то там правильно... Не знаю. Не знаю. Я в английском не силен. И когда я пытаюсь... Пытаюсь что-то произносить, я всегда произношу неправильно. Потрясающе. Здесь и ресурсы. Блин, посмотрите, как выглядит блок. Он просто даже... Как декоративный блок может использоваться. При том, что... Нет, он только с двух сторон. Но все равно он как декоративный блок может использоваться. Да? То есть какая-то энергетическая ячейка или еще что-нибудь. Блин, вот из таких блоков базу построить, да? Стену. Это было бы интересно реально, кстати. Вот вместо разноцветных блоков строить из ресурса какого-нибудь. Это реально интересно. Так, давайте посмотрим. Там куда-то... Посмотрите, как далеко. О! Мы сейчас сначала тогда зайдем в магазинчик. Давайте зайдем в магазинчик. Посмотрим, что у нас здесь можно купить из Вентура. Здесь вот так вот... Воу, воу, воу. Кто стреляет? Давайте вот так вот возьмем. Ты серьезно? Он... Представляете, что творит? Он то есть со спины напал. Вот этот малыш, он все-таки... Так, ладно, давайте. Я уж не буду сейчас останавливаться ради... Одного конвейера Вентуровского. Но все-таки уже что-то приобрел. И в принципе я сейчас могу поставить базу и... Собрать все эти конвейеры. Все, что мне не хватает... Воу. Все, что мне не хватает, я спокойно сейчас могу собрать. Ну давайте сначала посмотрим, конечно же... Я просто пролетел, по-моему, по этим склонам. Но ракета точно попадет. Этого достаточно. Здесь на меня нападают, на самом деле. Это... Это неплохо. Это круто, на самом деле. Потому что это нападает... Воу, 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 гигант, не переворачивайся. Ты что? Зачем ты позоришься перед ними и показываешь свое пузико розовенькое? Нельзя так нельзя. По-моему, я... Ну, Вентура, конечно, со мной драться это такое, типа... Посмотрите, сколько раз я уже попал по этому устройству. И оно до сих пор жило. Это очень странно, на самом деле. Это реально очень странно. Так, и здесь посмотрите. Воу. Откуда вы эти блоки здесь? Ооо, спидометр. Шикардосно, на самом деле, шикардосно. Прям вообще шикарненько. Так, посмотрим сейчас, что еще даст. Наверное, надо было его сначала открыть, а потом собирать. Ну, ладно, ничего страшного. Все собралось. Тут очень много мелочи, так что... Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Ты же можешь заехать. Да, видите, он даже без... Спокойно без двигателей заезжает. Но, конечно, лучше двигателями помочь. Ну, и здесь полностью блоки... О, отлично. Он даже так... Вот, видите, вот первое колесо от Формулы-1. Оно, по-моему, так и называется. F1 маленькое. То есть, вот два колеса таких, они бы уже очень сильно ускорили мое устройство. Призовем базу. Я тут кое-как вот как раз-таки выехал и разнес. Он тут свалился на ресурсы. Подлагивает что-то текстурки. Так, базу-базу-базу-базу-базу-базу. Я ее назвал 1-1-1-1-1-1-1, чтобы не терять. Так, а вот здесь днерок что-то очень много. Вот она, по-моему, да? База готова. Потрясающе. Вот эта вот возможность, конечно, это потрясающе, ребят. Просто потрясающе. Ах, вот лагает немножко неприятно. Меня тоже раздражает. Я думаю, и вас сейчас будет очень сильно раздражать. Но ничего, я пока что с этим не могу поделать. Только-только-только-только-только включились солнечные батареи. Только-только пошла энергия. Кстати, и здесь у меня совершенно нет никаких защитных сооружений. Давайте попробуем просто. Мы на каждую сторону можем поставить здесь, в принципе, по такой ячейке. И, в принципе, этого будет уже достаточно. Также мы можем спокойно здесь поставить еще, допустим, по такой вот ячейке. Блин, занимайся опять. Вместо того, чтобы заниматься... Нет, вот здесь уже не получится, да? Давайте вот здесь вот. Вместо того, чтобы заниматься именно тем, чем нужно заниматься, я занимаюсь, ну, какой-то ерундой. Ладно, ничего страшного. Так. Так-так-так-так-так-так-так-так-так. Так, давайте еще такой один скрафтим. Нам нужны предметы. Вот, опять же, мы выставляем и начинаем крафт. Но, думаю, я, наверное, не буду вам показывать, как это все крафтится, потому что уж вам это, наверное, точно не интересно. Так что скоро вернусь. Вот сразу же первая проблема при установке. Я хотел их перевернуть, да, и чтобы они работали как бы в перевернутом состоянии. Но здесь, видите, сразу проблема. То, что их перевернуть нельзя, их даже на бок завернуть нельзя. То есть их вот как бы, ну, днищем к боку нельзя прицепить. И это, конечно, не очень приятно. Придется делать на таком вот уровне, скорее всего, здесь какую-то вот такую вот разгрузку. Или что-то... Сейчас, короче, подумаем. Так, ребят, я там построил на днище. Это как раз, видите, база все отработала свое. У нее остались все ресурсы, которые я пока не могу их собрать в компактные блоки. Потому что в Вентура они появятся только на третьем уровне. Поэтому давайте разбираем базу. Вот так вот. Сейчас прям проверим. Сейчас прям проверим, так сказать, на полевых условиях. Так вот. И вот так вот. Оп-оп-оп-оп-оп. Допустим, вот так вот. И, как видите, все заработало. Да, с другой стороны тоже есть такая же подъемная штучка. И, в принципе, все очень просто здесь работает. Здесь один, смотри, ну, компактно очень получилось, но все-таки. Здесь есть перерабатывающий завод Вентура. Пушка отправки. И два направляющих. Одна на переработанные, другая на непереработанные. Переработанные как раз для того, чтобы вот я мог здесь вот скрафтить спокойно. Ну, то есть, собрать как раз такой мусор, который после станции остается. Это довольно-таки эффективно, хоть она и не быстро, не быстро работает, конечно же. Здесь нужно будет ставить, ну, вот этот вот, как он называется там, не фильтр отправки, а ускоритель, да, конвейеров. Он у меня всего лишь один пока что. Второй я, что-то он как-то у меня не падает, да, то есть я никак его приобрести не могу. Но все-таки мы это получаем. Ну, и вот таким вот образом я смогу немножко зарабатывать денег. Это довольно-таки интересно. При том, что, ну, я спокойно, к примеру, могу... О, давайте. Сборщик карбита. Нет. А, это уже... Это уже следующее. Тогда поехали куда-нибудь. Я не знаю. Ну, куда-нибудь вот-вот. Как раз вот давайте вот здесь вот. И поехали вот туда вот. Я спокойно могу вот так теперь собирать все блоки, пожалуйста, и все, которые блоки падают, я их могу сразу же подбирать. Они, видите, подбираются и идут на переработку, и зарабатываются мне денежки. Это интересно, это прикольненько, ну, и дополнительные деньги не помешают. Вот единственная проблема будет вот только, наверное, в этом. Видите? Видите здесь блоки? Они как бы, типа, не знаю, застревают, да, я так понимаю. Да, они именно застревают, но каким-то образом все-таки, не знаю, каким-то волшебным, по-моему, но все-таки не проникли вовнутрь нашего устройства, получается, да, и собрали блоки все эти. Отлично. Также здесь вот сейчас вот видели, получили награду за то, что собирали как раз-таки блоки. Это очень круто. Единственное, что еще остается, это все-таки проблема с освещением, потому что освещения у меня тупо нету, ребятки. Тупо нету. Да, я могу поставить пока что сюда, куда-то наперед, но здесь надо будет потом все это убирать. Поэтому, я думаю, сразу может быть какое-нибудь хорошее место для освещения, может быть, придумать. Вот здесь вот хорошее место, кстати, для освещения есть у меня. Смотрите. Смотрите, как мы сейчас сделаем. Вот так вот, оп. Вот этот блок вот сюда вот переставляем, оп. Нет, пушечку оставляем здесь. Опять же, вот это так вот, оп. Этот блок берем вот сюда вот ставим. И сюда мы запихиваем две фары от Геокорпс, конечно. Потому что прожекторы там очень мощные. Все. Перед освещен. Этого достаточно. Этого достаточно. Я потом, возможно, ну вот где-нибудь здесь вот так. Опа. Опа. Вот так вот по-модному, может, сделаю. Ну и где-нибудь здесь, допустим, снизу еще можно даже поставить какого-нибудь освещения. Да, чисто, чтобы визуально освещался. А, ну вот. Хоу. Надо будет красный. Красный свет все-таки поставить. Потому что он смотрится намного интереснее. Да, скорее всего. Жалко, прожекторов красных нету. Ну и вот такое вот устройство получилось. Оно, еще раз напоминаю, оно не доделано. Очень много блоков придется выбивать. Очень много блоков придется дособирать. Вот эта часть у меня в сомнениях. Потому что, ну, как сказать, я буду, наверное, цеплять. Вот этой частью. Но посмотрим, если она как бы отвалится, это ладно, ничего страшного. Потому что это как раз-таки типа защитного кожуха и есть. Потому что как раз для этого он и существует, чтобы сдерживать. Вот давайте здесь и проверим. Вот сейчас я должен... Вот я... Да, вот видите, я сел. Сел как раз вот на эту часть. Но проблем с этим нету, конечно, таких категоричных. Посмотрим по ходу использования. Возможно, я и откажусь от этой системы. Или переставлю ее куда-нибудь вот сюда вот назад, к примеру. Тоже как вариант. На этом все. Всем всего. Удачи. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok